SCP-1393. Свалка чужеродных отходов. Класс объекта Евклид. Особый слой содержания. Территория, окружающая SCP-1393, и ныне известная как Зона-97, прежде принадлежала корпорации JW&SANS. МОК-Бета-7. Шляпные болванчики. Занимается охраной участки и утилизацией отходов. Зачетнутый текст. SCP-1393. Нужно завалить землей, чтобы нейтрализовать его действие. Конец зачета текста. Материал, производимый SCP-1393, должен подвергаться обработке в соответствии со стандартными протоколами для опасных материалов, имеющих внеземное происхождение. Перед вывозом и утилизацией материал необходимо смешивать со сырой глинистой почвой в соответствии 3 к 1. Полученный смесь следует вывозить на грузовых машинах в северо-западный угол из Зоны-97 и рассыпать по земле равномерным слоем. От остывший материал нужно засыпать слоем глинистой почвы толщиной 30 см. В будущем планируется превратить Зону-97 в склад контейнеров, как только операции по утилизации будут завершены. Каждые две недели следует отбирать образцы материала, произведенного SCP-1393, и посылать на анализ в Зону-45. Описание. SCP-1393. Сферический портал диаметром 1,8 метра, висящий в воздухе на высоте 10 см над землей. SCP-1393 перешел в активное состояние 17 февраля 2013 года, спустя два дня после его первоначального обнаружения. Поверхность SCP-1393 все время источает полупрозрачное стекловидное вещество, похожее на шлак, со скоростью 12 кубических метров в час, температура которого составляет от 1500 градусов по Цельсию до 1800 градусов по Цельсию. Данный материал примерно на 85% является смесью кварца, негашенной известием, глинозема, бората, натрия и магнезита. Также были обнаружены следы ртути, урана, фосфора, серы, радия и других токсичных элементов в различных количествах. До того, как SCP-1393 перешел в текущее активное состояние, поблизости от него был замечен гуманоид, обозначенный как SCP-1393-1, который производил разведку и рекогноассоцировку прилегающей территории. Сообщалось, что SCP-1393-1 был одет в костюм РХБЗ с поляризованной маской и автономным дыхательным аппаратом. В фонд поступили сообщения о произошедшем и о SCP-1393-1 взяли интервью, касающейся его действий и цели SCP-1393-1. Больше не появлялся рядом с SCP-1393 с тех пор, как объект перешел в активное состояние. Требуется первый уровень допуска. Доступ разрешен. Стенограмма полевого интервью 1393-12. Опрашиваемый SCP-1393-1. Опрашивающий доктор Герман Мунц. Предисловие. Доктор Мунц, сопровождаемый восьми полевыми агентами, приближается к SCP-1393-1. SCP-1393-1 в это время складывает оборудование и инструменты в ящики, как будто собирается уходить. Начало записи. 17.02.2013.11.23. Доктор. Хм. Прошу прощения, сэр. SCP-1393-1, похоже, не обращает на него внимания. Доктор, прошу прощения. SCP-2. Вздох. Слушай, мужик, у меня правда нет времени. Я занят. SCP-1393-1 продолжает складывать оборудование. Доктор, но я могу хотя бы задать вам несколько вопросов? SCP-1393-1, делайте, что хотите. Только позвольте мне закончить начатую работу. Мне еще с пятью дубликатами сегодня возиться. А начальник снова будет мне мозги сношать, если узнает, что я не успел сделать все в срок. Доктор, для чего все это оборудование? SCP-1393-1, для рекогностировки. Доктор, хорошо. Почему вы занимаетесь этим? SCP, слушайте, я просто... Моя работа... Это просто моя работа, ясно. Я здесь для того, чтобы... Изнутри костюма SCP-1393-1 слышен звуковый сигнал. SCP, подожди секунду, мужик. Мне нужно ответить. Звуковый сигнал. Ну чего? Да ничего особенного. С местными жителями болтаю. Что ты имеешь в виду под... На что они похожи? Смешок, блеха-муха. Джимми, ты заебываешь меня одним и тем же вопросом каждый раз, когда нас с тобой ставят в одну смену. Да какого... Да кого ебют? Смешные они или нет? Просто запусти, наконец, эту систему. Лады? У меня по графику обед через час. Звуковый сигнал. Новички. Раздутых их... Их в калечу. Смешок. Доктор Мунс. Хм... Кто это был? SCP, слушай, братюнь. У меня действительно нет времени. Если хочешь подать официальную жалобу и поговорить с начальником смены, вот тебе визитка. SCP-1393-1 передает доктору Мунсу кусочек бумаги размерами 80 мм на 55 мм. После чего идет к SCP-1393 с оборудованием. SCP, кстати, народ, вам лучше отсюда уйти, да поскорее. Доктор, стойте, подождите минуту. SCP-1393-1 входит в SCP-1393. SCP, голос слышен из SCP-1393. Ну ладно, Джимми, раскочегаривай нашу красавицу. Из SCP-1393 раздаются громкие звуки работающих машин. Доктор Мунс и агенты в это время погидают область. Конец записи. 17.02.2013.11.29. Заключение. Сразу после окончания интервью, SCP-1393 перешел в активную фазу. Требуется второй уровень допуска. Отмечено сходство SCP-1393 и SCP-364. После получения учетной записи SCP-2493-1, было выдвинуто предположение о том, что существа, обитающие в параллельных вселенных, вполне могут практиковать сброс мусора и отходов в наше измерение. На фотографии отсканировано изображение визитной карточки, полученной от SCP-1393-1.